всем добрый день ой у меня такие отпечатки на лице это от шлема я ехала на мотоцикле и у нас уже становится жарко естественно скоро придет лето я вспоминаю прошлое лето когда я ездила это был ад потому что во всем этом обмундирование надо ездить так как я выезжаю на трассу и нужно одевать хорошую курточку которая защита и и шлем понятно без шлем вообще никуда плюс ботинки надо бывать ботинки на новой на хорошей высокой мне высокой платформе потому что я не достаю хорошо до земли а до земли нужно доставать когда тормозишь потому что нужно держать равновесие я однажды попробовала була какую-то другую обувь которая была чуть пониже и как и испугалась потому что плохо доставала до земли короче это была огромная проблема сейчас поэтому приходится ездить круглый год вот ботинках и покупать себе специальные такие кроссовки на хорошей платформе в общем для ямахи а я почему решила вот записать вам одно видео потому что мне читала ваши комментарии мне пришли такие вот мысли в голову что мы порой замечаем то что в принципе никакой особо роли не играет никак на нас не действует а самое важное в жизни мы не замечаем это вот так же как я например записываю какие-то видео потому что мне кажется что я несу какое-то интересное них сообщение люди видят то что хотят увидеть и например вот как некоторые придираются к орфографическим ошибкам в моем написании это просто я подписываю название пишу видео и некоторые мне пишут может мы научимся для начала правильно писать хотя сейчас наверное и дураку понятно что это была опечатка которая произошла на телефоне и вот по поводу таких людей хотелось бы мне сделать свой такой знаете определенный вывод том что замечаем мы не то что нужно обращаете вы внимание не на то что нужно я рассказываю вам вещи мне кажется довольно интересные вещи которые не каждый вам расскажет и а вы видите то что хотите увидеть вы и вот так у вас по жизни получается что по обсуждать и поговорить и почитать и по замечать орфографические ошибки и поковыряться в написании то есть вы на это способны а сами что-то создать вы не способны я создаю потому что я считаю что моя жизнь настолько интересна и полна разных историй вещей и происшествий и мне есть чем сравнить я сама не смотрите ютуба но у меня есть мама которая лежачая инвалид и все что она может делать это смотреть свой youtube смотреть какие-то видео смотреть только свой ноутбук то есть она даже телевизор не смотрит у нее и свой ноутбук где она едва одним пальцем может клацать мышку и благодаря тому что она может кр Ambid она может смотреть какие-то свои видео и то например если ей нужно найти какие-то названии ввожу я потому что печатать она не может и вот она много раз не показывала смотри вот этот блогер или вот этот блогер вот это вот то рассказывает а вот это вот то рассказывает и нам много раз не включала разные каналы где сама же говорит мне здесь я не понимаю о чем речь, потому что ну как-то неинтересно, как-то все одно и то же. Вот здесь новости рассказывают, а здесь вот то. И вот с тех пор, как она мне стала это показывать, я поняла, что мне есть, что вам показать, мне есть, что вам рассказать. Мне кажется, не часто на улице встретишь женщину, которая может тащить на себе все, что она тащит, так как я с больной матерью, сейчас с диабетным ребенком. И плюс еще ко всему я умудряюсь работать, развиваться, читать, выступать в выступлениях и на соревнованиях по фитнесу, которые, поверьте мне, настолько тяжелые, как морально, так и физически, потому что подготовиться к таким соревнованиям вы не представляете, сколько нужно приложить усилий и больше моральных. Потому что если вы никогда не голодали, слава богу, если вы не голодали, вы не знаете, что это такое. Потому что если вы помните по истории, страшные пытки были, это голод и когда человеку не давали спать. Вот голод это один из них, потому что у вас перестает работать мозг, перестает работать нормально ваша голова, вы ничего не соображаете, а у вас есть ребенок, у вас есть больная мать, за которыми нужно еще поухаживать. Я сейчас это не говорю в какое-то свое оправдание, нет, абсолютно. Мне, честно говоря, я в предыдущих видео много раз вам говорила, что я настолько развила себя внутренне, я настолько развила уже свою самооценку, свою самоуверенность, что прежде чем открыть ютуб-канал, поверьте, мне уже тогда было абсолютно все равно, а сейчас так тем более мне все равно, что мне пишут в плане негативного. То, что мне пишете вы позитивное, я очень благодарна, мне настолько приятно, вы даже не представляете. А все то, что негативное, это то, что вы хотите увидеть в себе, это то, что не хватает вам, то, где проблема у вас. Если вы заметили мои орфографические ошибки, это значит, это все, что вы можете увидеть на самом деле, что дальше, глубже, вот там за этой орфографической ошибкой, вы не поняли, что я пыталась вам донести. И вот это огромная проблема, потому что вот здесь стоит задуматься, что дальше мы своего носа ничего не видим. Так что, дорогие друзья, еще раз спасибо вам огромное за то, что вы смотрите, спасибо за то, что комментируете. Серьезно, мне очень приятно на самом деле, потому что я понимаю, что вы смотрите, и даже когда там есть какие-то негативные сообщения, мне тоже приятно, потому что у меня возникают вот такие вот идеи, у меня возникают мысли, и этими мыслями я делюсь, и кому-то эти мысли помогают, потому что, я уверена, что помогают кому-то, потому что мне вот так помогли мысли определенных людей, которых я в свое время слушала, и у которых я в свое время училась и учусь, и продолжаю учиться. Я уже говорила, что у меня тоже есть мой коуч, мой наставник, блогер, которого я смотрю, я слушаю, которого я учусь. И поэтому то, что летит какой-то хейт непонятный и негативные сообщения, это нормально, это абсолютно нормально. Поэтому вот это вот я вам хотела сказать, что на самом деле я очень грамотный человек, и писать я, конечно же, умею. И сейчас, если честно, иногда я могу писать на русском языке безграмотно, либо могу у мамы спросить, мама, как пишется вот это слово на русском? А знаете почему? А потому что я пишу на испанском практически все время, что мне нужно писать. Потому что я сейчас читаю книги на испанском, я смотрю какие-то, мало смотрю, да могу посмотреть какие-то передачи или телевизор не смотрю, но все то, что я слышу, вижу и пишу, и читаю, это все на испанском. И у меня, если честно, забывается немножко русский язык. И правописание в том числе, и те люди, которые живут здесь по 25 лет, вот тоже мне такие люди, вот писали комментарии, тоже спасибо вам огромное, они меня поймут, но это поймут только те люди, которые через это прошли и это прожили. Вот те люди, которые здесь живут долго, выучили испанский язык и знают, и пишут, и читают, они понимают, как это забыть русское слово, потому что когда ты постоянно находишься в обществе испаноговорящем, родной язык он забывается, действительно, это есть такое. Мне, слава богу, хотя бы у меня есть мама, с которой я постоянно говорю на русском, если бы ее здесь не было, я бы, наверное, точно уже забыла, как это все пишется. Но я сама выучила этот испанский язык, я сама научилась писать, я научилась читать, я продолжаю учиться и усовершенствую постоянно свой испанский. Я также, благодаря еще своей работе, изучаю английский, который достаточно мне неплохой, поэтому поверьте мне, я образован. А вот делать мне такие замечания, как научитесь правильно писать или что-то типа наподобие. Спасибо вам огромное. Ну, смотрите на свои задние колеса, как говорила моя покойная бабушка. Спасибо. Спасибо.